Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня на Веденском кладбище мы посмотрим бусурманские склепы и наверческие. Все знают, что ранее в Россию приезжали люди из Западной Европы, в основном немцы, ветеранского или католического вероисповедания. Они привносили свое культурное влияние в развитие нашей страны. И нас уже не удивляют немецкие фамилии среди мужей ученых и творческих людей. Фамилия Амлонг. Усыпальница семьи Амлонг. Фамилия Амлонг. Автор и архитектор Фредерик Амлонг. Он сын прусского подданного, проживавшего в Москве. И он построил ряд зданий в Москве. Инноверцы, следуя своим религиозным традициям, стремились придавать тела своих усопших отдельно от православных. Ну, впрочем, как и мусульмане ранее это делали. Поэтому власти давали добро на создание вот таких отдельных кладбищ. Ой, а здесь, смотрите, белочка прыгает по градкам. Сейчас осторожно подойду. Видите? Это хорошая примета. Ну, в общем, здесь, на территории бывшей немецкой Слободы, образовался вот такой необычный некрополь, огороженный кирпичным забором, участок в 20 гектар. И он стал кусочком Западной Европы на российской земле. Но во время Первой мировой войны иностранцы стали массово покидать Россию. И здесь стали появляться могилы россиян, священников, ученых, военных, артистов. Ну, и наши, видите, не могут, чтобы не исписать стены своими просьбами, что-то просят. Правда, буквы уже неразличимы, сложно что-то прочитать. Ну, я думаю, что все просят счастья, здоровья, денег. В общем, все блага жизни. Вот такой вид издалека. Идем дальше и видим, что у этого склепа тоже находятся студенты. А вы не попали мне в кадр? Еще раз помашите. А чей это склеп? А что вы тут делаете? А вы кто? Строители, архитекторы, художники? В общем, студенты проходят практику. Поэтому производят замеры. Потом все это на листе ватмана восстановят. Красивая усыпальница. Я не знаю, чья. Если вы знаете, мои зрители, то, пожалуйста, напишите. Это вид столовой части этой усыпальницы. Я обошла. Вот так выглядит. Конечно, есть впечатление, что когда-то делали здесь реставрацию. Но, конечно, штукатурка все равно отваливается. И, может быть, со временем еще придется делать ремонт. Вот еще семейная усыпальница семьи Эрлангер. Но лежит внутри только одно тело. Тело сына Антона Максимовича Александра, который застрелился в 36 лет, покончив жизнь самоубийством. Антон Максимович умер раньше, не дождавшись окончания строительства склепа. И его где-то рядом здесь похоронили с тем, чтобы потом перезахоронить этот склеп. Но после октябрьских событий 18-го года могила была утрачена. И здесь также на стенах пишут прошения. Взаимную любовь семейная, материнскую радость, чтобы в нашей семье был достаток и любовь, здоровье. Рассказывать, что в советское время склеп пришел в запустение, но где-то в 90-е годы на кладбище поселилась подвижница по имени Тамара, которая поставила себе цель во что бы то ни стало, восстановить часовню. Она построила рядом с руинами шалаш. И день, и ночь жила на кладбище, и очищала склеп и часовню от скопившегося мусора, а также собирала пожертвования на ремонт вавзолея. Но позже женщину с кладбища вежливо попросили милиционеры. Шалаш, в котором она жила, сломали. Ну, личность женщины была установлена. Это была кронпоянс Тамара Павловна. Она умерла в 2019 году и обрела покои тоже где-то здесь, на Веденском кладбище, где-то недалеко от этого мавзолея. Также говорят, что эта часовня действующая, и в ней проходят службы. А из-за деятельности легендарной Тамары, или из-за того, что слишком много очерков писали про этот склеп, или из-за чего еще, ну, в общем, этой часовне стали приписывать чудодейственное свойство. Среди народа появилась молва, что все желания, написанные на стенах часовни, подлежат исполнению. Поэтому вот так вот, не первый десяток лет, белоснежные стены мавзолея покрывают надписи с пожеланиями и обращением и к Богу, и к Эрлангеру. Хотя, ну, вот как, вот сами посудите, здесь захоронен самоубийца. И по аналогии с этим мавзолеем, подобные пожелания появились на многих других склепах, да, мы уже видели там ранее. Но они там не так сильно бросаются в глаза, как здесь вот, на белоснежных стенах усыпальницы Эрлангера. Ну, как мы видим, пожелания разнообразные. Кто-то просит исцелить от тяжелой болезни, кто-то просит здоровья для себя, для своих детей. Кто-то желает встретить любимого человека. Кто-то хочет что-то продать. Ну, и так далее. Мы видим, что здесь на часовне табличка памятник архитектуры. Но это не останавливает просящих. Все равно пишут на стенах, хотя это считается же порчей имущества государства. Вход в усыпальницу закрыт. Туда могут попасть только посвященные. На дверях висит почтовый ящик, куда можно складывать записки. Не обязательно писать на стенах. Внутри от нас скрыт художественный раритет. Там находится мозаичное панно «Христос Сеятель», сделанное по эскизу художника Петрова Боткина. Вот мы видим еще один склеп. Я вижу в крайне обетшалом состоянии. Видимо, не признали его памятником культуры и не обращают внимания на то, что он постепенно разрушается. Подойдем поближе. Посмотрите, какие тут красивые двери. Железные. Такой рисунок красивый. Люди когда-то старались, сделали. Вот так вот. Камень осыпется, а двери останутся. Здесь надписей я никаких не вижу. Вот еще одно сооружение в очень-очень плачевном состоянии. Мавзолей Эмилии Быковской, умершей в природах. Мавзолей возвел ее муж, зодчий Быковский. Ну, здесь двери как бы обычные. Ранее это здание было затянуто сеткой. Вроде бы как готовились к ремонту, но что-то и сетки нету, и ремонт не начали. На крыше растет уже деревья растут. Вроде там покрывали крышу чем-то. Ну, все протекает, значит и стены будут рушиться. Сейчас поближе подойдем. Что тут написано? Вы видим? Нет? Латинские буквы и год. 1841. 182 года уже этому сооружению. Ну, вот еще один склеп над могилой знаменитого хирурга, доктора, профессора медицины Александра Овера. Он, в частности, сыграл ключевую роль в борьбе с московскими эпидемиями холеры. И Овер лечил умирающего Гоголя и входил в консилиум врачей, которые пытались диагностировать его болезнь. Но мы ближе подходить не будем. И так видно, что какое красивое сооружение. Там работают студенты, делают замеры. Не будем им мешать. Смотрите, какая красивая усыпальница. Мы в зале выполнен в готическом стиле, здание квадратной формы. И как мы видим, здесь тоже все стены исписаны прошениями. Я считаю, что это вандализм своего рода. Все чего-то просят. Это мавзолей княгини Волконской. Ну, а какой именно Волконской, я не разобралась. В одних источниках пишут Мария Ивановна, в других пишут Зинаида Николаевна. Так что, если кто точно знает, напишите. Я вот пока еще, ну, этого не понимаю. Какая-то Волконская. Каждая грань этого сооружения украшена аркой и такими красивыми мозаичными окнами. Вход закрыт резной дверью. А вон, смотрите, впереди ажурная беседка. И даже сейчас, много лет спустя, и в таком удручающем состоянии, она великолепна. Видно, что металл проржавел, витражи разбиты. И если не займутся в скором времени реставрацией, то ажурное металлическое кружево просто рассыпется. Эта часовня возведена на могиле Николая Фердинандовича Кёльха. Он скончался в 1893 году, дворянин, сын потомственного почетного гражданина Петербурга. И часовня эта возведена в 1911 году, в год смерти его дочери. Осторожно, объект находится в аварийном состоянии. Какая красота! Какая была красота! Субтитры создавал DimaTorzok